Как же вы прекрасны! Какой у вас яркий цвет! Всем привет! Вы на канале Цветоводы Всех Стран Объединяйтесь. Меня зовут Юлия. И сегодня 14 января. Живу я в Московской области. Имею фитолампы от мини-фермера. Поэтому решила пораньше посеять петунию. Буду ее подсвечивать, держать под лампами. Посмотрим, что получится. Первый раз я буду сеять так рано петунию. Надеюсь, меня этот способ не разочарует. Я уже подготовилась следующим образом. У меня 6 сортов петунии. И я разложила по сортам. Пронумеровала каждую пачечку. Вот видите, петуния белая Дримс под номером 1. И вот такой лоточек у меня есть, где тоже 3 отделения. Буду сажать сюда петунию белую Дримс. Супер каскадную синюю. И супер каскадная белая петуния. Это третий, под третьим номером. Почему я хочу их посадить в один лоточек? Потому что все эти семена просроченные. Год назад у них истек срок годности. Поэтому попробую все. Сразу посажу их в этот лоточек. Посмотрим, какая будет схожесть. Но семена эти хорошие, гранулированные. Вот в таких ампулках они находятся. По 10 семян в каждой. Вернее, даже не семян, а они гранулированные семена. Поэтому очень удобно. Семена у петунии крайне мелкие. И работать с ними тяжело. И вот в семенах подороже. Они гранулированы. Конечно, это гораздо облегчает с ними работу. Давайте откроем ампулку. И посмотрим на эти семена поближе. Вот они тоже такие, достаточно мелкие. Но их неплохо видно. Теперь я беру деревянную шпажку. И начинаю. Главное теперь не перепутать нам номера. Вот это номер один у нас. И я начинаю раскладывать нашу петунью. И мысленно, если вы не делаете это на камеру, то и вслух можно желать ей хороших сходов, чтобы все у нас получилось. Поэтому я всегда говорю, что я не очень люблю сеять на камеру, потому что это такой процесс очень тонкий. Надо к этому делу отнестись крайне внимательно. Именно сейчас происходит момент, когда мы даем жизнь, можно сказать, новым растениям. И надо к этому отнестись очень-очень внимательно. Вот, в принципе, и все. Петунью белую дримс мы посадили. Можно просто вот так сейчас пальчиком немножечко уплотнить. Сразу хочу сказать, что земля у меня... Как я делаю землю, у меня есть видео. Ссылочку я оставлю под видео. Сейчас эта земля влажная и уплотненная. То есть перед посадкой я тоже вот так пристукиваю слегка землю, чтобы она была такая плотненькая, чтобы семена не заглубились у нас. Семена у петуньи всходят на свету. Так, берем следующую ампулку. Это у нас супер каскадная синяя. У меня две таких пачечки, значит, 20 штук. В каждой по 10. Но посажу их все, потому что у меня есть заказ на эту петунью. Если получится, то часть петуньи у меня купят. Я этому очень рада, потому что нужно мне накопить в этом году на дорожки. Мечтаю я о дорожках. Кто знает, что в моем саду нет пока дорожек. Это, конечно, очень затрудняет мне и работу в саду. Вот они, 20 семяночек у нас здесь есть. И теперь аккуратно, опять-таки, не торопясь, можем кончик палочки нашей смочить и начинаем раскладывать нашу петунечку. Такая красавица она. Как же она украшает сад? Мне кажется, сейчас уже ни один сад не мыслим без петунии, без ее такого бурного цветения. Вот так. Легко, не торопясь. Все будет у нас хорошо. Единственное, чтобы не подвели семена, то, что они просрочены. Ну, я рискнула, потому что стоимость их была невелика. И, в общем-то, поэтому сажаю пораньше. Если вдруг ничего не получится, то у меня в запасе будет еще время, чтобы пересеять. Семена, а вот следующий лоточек, там семена хорошие, срок годности. Вообще должно получиться все без проблем. Так, вот, 20 штук петунии синий, суперкаскадный мы с вами посадили. Так, следующее у нас петуния белая. Просто написано суперкаскадная. Ой. Так, опять-таки достаем. Высыпаем вот такие из-под чайных пакетиков. Мне нравятся. Удобные они. Внимательно смотрите на эти ампулки. Часто бывает в уголочек западает семечко и остается там внутри. Жалко бывает. Поехали. Ну вот, посадили мы и суперкаскадную белую петунью. Прижали. Здесь у меня, значит, еще раз повторюсь, написаны номера, чтобы не перепутать, какой цвет, какой сорт. Тут я пишу петуния и число. И вот в таком виде я убираю под пленочку. И внимательно следим. Как только... Это вы можете сейчас поставить на шкаф, в общем, в теплое место. Как только появится хотя бы один сход, то уже, конечно, ставим под лампы, чтобы рассада наша не вытягивалась. И, конечно, не забудем наши семена немножко сверху побрызгать. Я не уверена в этих семенах, так как они просрочены. Поэтому в воду я добавила немножечко эпина, что, возможно, простимулирует мои семена прорасти. Хотя, в принципе, я почему-то совершенно не сомневаюсь, что они будут схожими. Потому что у меня была бакопа просроченная. Тоже я покупала их в одном месте. Бакопу и эту петунию. Все нормально получилось. Бакопа взошла хорошо. А теперь пожелаем ей в добрый час, в добрый путь и приступим к следующему лотку. Здесь все немножечко сложнее. Почему? Потому что у нас будет не гранулированные семена. Поэтому мы их будем смешивать с песочком. Я возьму уже освободившуюся емкость. Наш чайничек. И смотрим, как выглядит вот эта петуния. Свадебные колокольца называется она. Разная смесь тут. Вот такие очень меленькие семена. Мы насыпаем, сколько мы планируем сажать. Чуть больше, не все взойдут. Хотя иногда бывает, что всходит просто лесом. Все. Сразу убираем тоже, чтобы ничего у нас не перепуталось. И смотрите, вот такие семена. Их довольно возможно. Я делала и так, и так. Но гораздо удобнее, если мы насыпем туда немножечко песка. В эти семена. Насыпаем песочек. И вот так палочкой все хорошенечко размешиваем с песочком. Это у нас была петуния под номером 4. Свадебные колокольца. Вот мы циферка 4 сюда и рассыпаем. Берем уже вот так щепоточкой. И как будто бы присаливаем нашу земельку. Можно еще сеять на снег тоже. Очень удобно. Не захотелось мне идти сейчас за снегом. А так очень удобно. На белом снегу хорошо видно вот эти, пусть мелкие, но семена. И гораздо можно более разряженно, так скажем, насыпать эти семена. Но вот этот способ с песочком тоже дает тот же эффект. Кучкой уже они не будут у нас в одном месте. А будут более-менее равномерно по поверхности. Теперь берем пятый. Здесь я уже все смешала, чтобы не отрывать ваше внимание. И проделываем то же самое. Это у нас сорт будет райская птичка. Вот мы с вами посадили такую пятунью под номером 5. Это райская птичка. И следующие тоже уже приготовленные и смешанные с песочком семена. Это петуния под названием формула любви. Вот такой красивый розовый цвет. Это у нас номер 6. И то же самое проделываем. Рассыпаем этот песочек по поверхности. Ну, на этом посев нашей петунии закончен. И все, что нам надо сделать, это опять-таки убрать наши семена просто в обычный целлофановый пакетик. И внимательно наблюдать. Схожесть у семян бывает абсолютно разная. Могут выскочить и на следующий день, могут выскочить и через неделю. Ничего страшного. В зависимости от какая у вас в квартире температура, где вы найдете, насколько теплое место. Поэтому советую проверяйте каждый день свои семена. Во-первых, это очень интересно. Во-вторых, это не даст возможности вашим семенам вытянуться. Расточкам вернее вытянуться. Вы вовремя обнаружите сходы. Ну, все. На этом сегодняшнее видео закончено. Хочу вам пожелать. Сажайте с удовольствием. И у вас обязательно все получится. И, конечно, мир в наши дома. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!